АПЛОДИСМЕНТЫ В ее картинах соединяются человек, планета и космос. Лола Лонли рисует природу, она рисует людей, но она также рисует легенды, мифы. Она рисует в своих произведениях то, что объединяет народы, народы разных стран, Азии, Африки, Европы. И сегодня в тех рисунках, которые вы будете рисовать с помощью Лолы Лонли, объединится Россия, Индия, Тибет, поскольку у нас сегодня тибетские гости. Русская художница Лола Лонли сегодня будет показывать, как вам, как можно рисовать горы и священные реки Гималаев? И в ваших, ребята, рисунках, рисунках индийских детей, тибетских студентов отразится кусочек, частичка русской души нашей гости Лолы Лонли. И это снова и снова будет способствовать закреплению дружбы между всеми нашими народами. Дорогие наши участники конкурса, дорогая Лола Лонли, от всей души желаем вам успехов. И теперь я передаю микрофон Лоли Лонли. Здравствуйте, дорогие гости. Добрый день, everybody. Спасибо, что мне пригласили. Спасибо за такое приятное представление. Сегодня мы будем изучать, как рисовать реки. Я думаю, что вы все уже писали реки. Сейчас вы можете подготовить все для изучения. Для русских зрителей тоже хочу сказать, что сегодня мы учимся рисовать. И важно в этом есть то, что реки всегда соединяют что-то высшее с долинами. Высшее снег Кималая с долинами. И в надежном, как это важно, что надежда, он всегда садится. Паралок, амаралок. Так, что реки связаны с людьми, с народами, с странами, с народами, с людьми. Слышны с людьми, с людьми, с людьми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok